Виновская роща сегодня продолжает расчищать грунт от 2,5 гектаров загрязнений нефтепродуктами. Они копились десятилетиями. Ход работы проинспектировал глава областного кабинета министров. Игорь Кранцев продолжит. Буквально 100 метров от частных домов поселка Винновка, и это уже не город, а самый настоящий лес. Та самая роща с гончаровскими местами и, конечно, родниками. Вот только состояние некоторых из источников вызывает вопросы. Почва загрязнена нефтепродуктами. Объем загрязненного грунта, согласно официальным данным, 23 тысячи тонн. Сюрприз основной. Собственно говоря, тот вопрос, который в настоящее время находится в проработке, это несколько увеличена площадь загрязнения. Поэтому и сейчас ставят вопрос о вывозе дополнительных объемов грунта. Проблеме, которую решают при помощи проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», уже не один десяток лет. Самое главное, что удалось выяснить причину загрязнения уникальной природной территории и разбить план работ на несколько этапов. Готовимся к новому объему загрязнения. В настоящее время у нас проходят изыскательские работы и далее будет проведена экспертиза. Соответственно, то, что было, конечно, это огромный накопленный пласт нефтеотходов, которые у нас появились в 70-80-е годы. Задача на этот год – установка специальных фильтров и каптажной системы. Это позволит очищать воду как минимум на двух участках. В Волгу она будет попадать уже чистой. Региональное правительство называет проект одним из приоритетных. Стоимость работ – более 250 миллионов рублей. Завершить все начатые работы в прошлом году по данному нацпроекту с тем, чтобы действительно здесь выявлены были многочисленные источники загрязнения, с тем, чтобы действительно ликвидировать. А в этом году наша задача – завершить все эти работы. Основные работы должны закончить в теплое время года. Подрядчики заверили, что проблем возникнуть не должно. Владимир Разумков, в свою очередь, отметил, что, несмотря на такую уверенность, контроль за ходом работ будет по-прежнему строгим. Масштабное благоустройство станет заключительным этапом работ в лесной части парка «Виновская роща». Процесс обещают сделать максимально экологически сберегающим, а результат – с учетом пожеланий местных жителей, которые бывают в парке. Игорь Кранцев, Михаил Державин, Вести, Ульяновск.